Это тебе бокс! Я учусь на два, три... Тут вылупляется маленький единорожек! Десять, пятнадцать... Больше! Полине задали написать краткий пересказ. Ребятки, эта куколка бархатная! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале! Сегодня я снимаю достаточно интересное видео, ведь многие зрители просили его снять. Это что-то наподобие 24 часа в комнате моей родной сестры. Я не знаю, согласится ли она на то, чтобы я снимала в ее комнате этот челлендж, поэтому я решила ее немножечко так подкупить. Я прекрасно знаю, что вы очень любите, когда я дарю своей сестре какие-то боксы. Боксы! С приятными подарочками, с деньгами, со всякими игрушками. И моя сестра, естественно, это очень сильно любит. Поэтому сегодня я подготовила для нее вот такой вот бокс, но если она согласится, чтобы я провела в ее комнате 24 часа. Если же нет, то она не получит этот прекраснейший бокс. Мельком вам покажу, что находится внутри. Очень много приятных подарочков. Полностью показывать не буду, иначе будет неинтересно. Да, я уже настроилась проводить в ее комнате 24 часа. Мы, может быть, сделаем с ней уроки, поотвечаем на вопросы, посмотрим какой-нибудь фильм, что-нибудь скушаем, во что-нибудь поиграем. Очень много вариантов, поэтому я надеюсь, что вам понравится это видео. Также, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео, что правильно, не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, и никогда ничего не пропускать. А еще в этом прекрасном ролике я спрятала для вас одно эмоджи. И если вы будете смотреть его внимательно, и найдете это эмоджи, то ваша цель отправить мне его в директ в инстаграме. Победители получают сигны, видео приветы, я подписываюсь на ваши аккаунты, общаюсь с вами и многое-многое другое. Поэтому не пропустите, а я вам хочу пожелать приятного просмотра. Мы дожидаемся Полину со школьной экскурсии, немножечко ее так подкупаем боксом, еще кое-чем у меня только в мыслях, и приступаем снимать этот крутейший челлендж. Поехали! Ну что ж, я переместилась в комнату Полины, она должна прийти с минуты на минуту. Я уже спрятала бокс от нее, потому что кое-что придумала интересненькое, вы скоро узнаете, что конкретно. Дожидаемся Полину, и я начинаю снимать. Поехали! Ааа, Полина, привет! Я снимаю новое видео, и у меня для тебя есть подарок. Я сразу так с порога начну тебе кое о чем рассказывать. Как тебе, во-первых, экскурсия понравилась? Да, нормально, только воды не было. Воды? Ну ладно. Смотри, у меня для тебя есть два прекраснейших подарка. Один из них ты очень любишь, и я очень часто снимаю об этом видео, но пока не могу сказать, что. Бокс! Бокс! Не скажу, не скажу, Полина, но подарю я тебе эти подарки только при одном условии. В каком условии? Что я сегодня снимаю в твоей комнате 24 часа челлендж. Прикольно! В смысле прикольно? Я думала, тебе не понравится эта идея вообще. Нам же весело будет. Ну, понятно, что будет весело, но я подумала, что ты наоборот не хочешь видеть меня. Нет, будет весело, ты же мне как подруга лучше. А если уроки? Уроки вместе сделаем. Вместе? Да. Ты офигела, Полина, я тебе не буду помогать. Будешь сидеть. Смотри, ладно, тогда первый подарочек, который я тебе хочу подарить, это чтобы ты могла выбрать в моей комнате любые три вещи. Да, да. Любые три вещи, которые тебе нравятся, я тебе их подарю. Абсолютно любые, не считая техники. Погнали. Ну что ж, добро пожаловать в мою комнату. Тут, правда, небольшой беспорядок. Первое, что я у тебя давно планировала украсть, это свеча. Свеча? Да. Ну да, у меня вообще-то очень много свечек. Кстати, выгружается новое видео на мой канал. Первая свечка, вторая свечка, третья свечка, четвертая. Еще свечки. Это первое, что я возьму, это вот такая вот красная свеча. Она хэллоуинская, ты в курсе? Она очень вкусно пахнет. Хорошо, это будет первая вещь, я тебе ее дарю, потому что я пообещала. Вторая вещь. Точно, ты же закупалась к нам в году. Закупалась к чему? Ну, в году. Полина, это я себе купила, комнату украшать. Ну вот и все, ты сказала, любые три вещи, кроме техники, это не техника. Интересно, что же ты выберешь, Полина, раз ты такая у меня простая, решила с козырей пойти. Так, ну, пожалуй, возьму эту штучку. Вот эту? Да. Она очень крутая, ну блин, Полин. Ну и все. Ребятки, скоро я начну снимать новогодние видео, и там будет очень красивый, яркий, необычный фон. Но уже без этой штучки. Уже без этой штучки, окей. Что же ты заберешь дальше? Она светится. Да, она светится. Ты с Андреем очень часто гуляешь по Меге, и там продаются такие яички прикольные, из которых можно единорожек вылуплять. Полина, ну я уже положила его в воду. Теперь она моя. Ребятки, посмотрите, там вылупляется единорожек из яичка. Тут вылупляется маленький единорожек. Вы только посмотрите на эту прелесть. Все это твоя вина, ты сама на это согласилась. Точнее я. Окей, Полина уже выбрала три продукта, и мы можем спешить к ней в комнату. Мы уже затащили все эти вещи к Полине в комнату. Полина, как я понимаю, очень даже довольна. Да. И с этих пор я начинаю челлендж 24 часа в комнате сестры. Мы чем-нибудь позанимаемся, во что-то поиграем, и у меня для тебя есть еще один подарок. Ну показывай подарочек. Та-да-та-та-там! Та-та-та-та-та-та-там! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Серьезно, в шкафу. Та-да-ам! Это тебе? Бокс! 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 Это один из подарков, я тебя, так сказать, подкупила, чтобы ты мне разрешила снять 24 часа у тебя в комнате, окей. Вот такая вот прелесть, да. Слайм, оранжевый слайм. Дальше. Дальше коробочка. Пять тысяч, десять, пятнадцать. Больше. Это чтобы ты могла купить что-то себе интересное. Серьезно? Я знаю, что все эти деньги ты очень любишь всаживать в авиапарки со своими друзьями, поэтому скажи мне, пожалуйста, что ты купишь на эти 15-20 тысяч? Может быть, мягкие игрушки в Икеа? Ну, Полин, а если мыслить по-взрослому, то что ты купишь? А я не могу. Не можешь? Боже мой, ребята, она опять всадит эти 15-20 тысяч на мягкие игрушки. Тебе вот такое огромное количество игрушек недостаточно? Это наборчик от Дисней, где лежат вот такие миниатюрненькие игрушечки. Давай посмотрим, что тебе попадется. Открываем. Открываем. И? Мне попалась... Ой, какая миленькая игрушечка. Мы не можем понять, кто это нам попался, поэтому напишите, пожалуйста, ниже в комментариях, если кто-то коллекционирует эти прекрасные игрушечки. Конфетка. Конфетка твоя любимая, кстати. Розовая-то? Да. Да, я обожаю эти розовые. О, пушочек. Мне очень он понравился. Во-первых, он такой зимненький, красивый, и тут как будто реальный маленький ребеночек такой красивенький. Так, дальше у нас идет... Мыло в виде алмаза. Прикольно очень. Так, дальше... Носки новогодние! Да, новогодние носки. Я обожаю носки новогодние. Скоро Новый Год, и реально носки могут очень пригодиться. Та-дам! Это новые, короче, новогодние Лол. Новогодние шарики Лол, да. Откроем шарик Лол? А можно сейчас, да? Да, можно, конечно. Погоди, давай-ка я перед этим сначала покажу зрителям, как выглядит шарик Лол. Это Лол-сестрички. Ребята, я помню, что вы раньше очень любили смотреть обзоры с куколками Лол у меня на канале. Просто пипец. Понятно. Еще шесть тысяч рублей. И татуировки. Переводные татуировки. Первый слой открываем. Ой, пипец, я долго их не открывала. Да, конечно. Здесь подсказка довольно мелкая. Вот такая подсказочка нам с Полиной попалась. Это девочка, конек и лед. Естественно, эта девочка собирается кататься на льду, как я поняла по этой подсказке. Да, очень круто. Сразу видно, что новогодняя коллекция. Второй слой. Что же там? Дальше у нас здесь, по идее, должны быть наклейки, но здесь ничего нет. Ой, ребят, простите, если что-то неправильно открою. Просто я реально не знаю. Первый раз у нас такой шарик Лол. А как это открывать? Может, здесь ключ какой-то дается? А, держи. Карина, а как ты это сделала? Не знаю, зажала, наверное. Не знаю я, что это. Давай покажем зрителям. Это какая-то бумажка. Бумажка и какие-то пакетики с сюрпризами. Первое, что мы откроем. А, здесь уже вроде бы. Ну ладно, давайте наугад. Очень красивая желтая сумочка с розовым цветом в звездочку. Очень круто выглядит. Это сумочка для малышки, наверное. Дальше идет у нас... Это что? Ребятки, эта куколка бархатная. Она вся в розовом бархате. По инструкции мы все-таки с Полиной разобрались, что эту куколку нужно положить в воду. Ну что ж, я положу куколку в водичку. Та-дам! Я так понимаю, нужно будет немножечко подождать. За это время мы пока снимем ролик. Ну а мы с Полиной практически закончили. Весь бокс мы разобрали. Полина, тебе понравились мои подарки? Очень, спасибо. Кстати, у Полины совсем скоро будет день рождения. И что я тебе хочу сказать на камеру? Я подготовила для тебя такой подарок, что тебе во сне даже не приснится. Тебе он очень понравится. Сейчас мы это все с Полиной уберем и решим, что будем делать дальше в моем челлендже 24 часа. Ууу! Так как это челлендж 24 часа, из Полининой комнаты сегодня я не должна буду выходить. Но я уже проголодалась, поэтому воспользуюсь твоей помощью, Полина. Я хочу, чтобы ты мне что-то принесла из кухни. А, конечно. Пока Полина ушла мне за едой, хочу сказать, что она, наверное, тоже проголодалась и тоже принесет что-нибудь себе. Я с самого утра ничего не кушала, сразу собралась и решила снимать это видео для вас. Поэтому давайте поддержим этот ролик лайком и подпиской на мой канал. Ждем Полину. Говорю, что ты мне такое несешь, Полина? Что это? Это пирог яблочный, который мама сегодня утром приготовила. А это какой-то сок малины яблок. Я так понимаю, ты, Полина, не голодная? Нет, я недавно кушала. Окей, я сейчас быстренько перекушу. Ребята, хоть как-то позавтраку кусочком пирога. Ммм, какой вкусный. Сейчас мы собираемся с Полиной немножечко получить уроки. Полина мне чуть-чуть попозже, я так понимаю, принесет стул, потому что мне негде сидеть, или же я сяду на этот. Полине задали написать краткий пересказ параграфа по истории, я правильно понимаю? Да. Так что сейчас мы этим займемся, на это уйдет у нас примерно час. А после этого я предлагаю нам, Полина, посмотреть какой-нибудь фильм. Да, можно. Посмотрим? Все, тогда мы сейчас, ребята, поучим немножечко историю и вернемся к вам. Послушание отец мог наказывать даже взрослых. Полин, я снимаю. Мы с Полиной уже дочитываем параграф, он оказался очень интересный. Сейчас нам осталось записать это все в тетрадь. Полин, каково это тебе, когда твоя сестра изредка помогает тебе учить уроки? Нормально, весело. Весело? Да, обычно я скучно вот сижу. А с тобой веселее. Отлично. Мы наконец-то закончили с уроками. Полина взяла макбук, и мы собираемся смотреть либо какой-нибудь мультфильм, либо какой-нибудь новогодний. А вы, ребятки, в свою очередь напишите в комментариях, появилось ли у вас новогоднее настроение. Лично у меня, да. Я уже закупаюсь всякими елочками, игрушками, всякими товарами, и реально поднимается настроение. Я так обожаю этот супер-мега-прекрасный праздник, вы просто представить себе не можете. Мы сейчас посмотрим с Полиной фильм, и немножечко потом поотвечаем на ваши вопросы. Ну что ж, мои дорогие, мы с Полиной досмотрели очередной фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Нам очень понравилось, но мы не были очень удивлены, потому что мы смотрели этот фильм уже 15 раз. Мы просто обожаем этот фильм, и я уже не раз вам об этом говорила. Так вот, вчера, зная, что я буду снимать этот ролик, я написала пост на свою страницу ВКонтакте, чтобы вы, мои дорогие, задавали вопросы для нас с Полиной. Сейчас мы с Полиной посмотрим, сколько там комментариев, практически полторы тысячи, и будем отвечать на вопросы, которые вы для нас задавали. Первый вопрос, который я вижу. Подруги Полины общаются с тобой, то есть со мной? Ну, нет, не общаются, потому что я бы ревновала очень сильно. Ну, это раз. Два. Бывает такое, что подруги Полиной просто приходят в гости, я с ними как-то контактирую, здороваюсь, может быть, что-то покушать им положу. Вот, а так, чтобы общаться, нет, такого нет. У нас с Полиной, мне кажется, разный возраст и общение вообще. Следующий вопрос, он адресован Полине. Ты когда-нибудь хвасталась, что я твоя сестра? Не помню. Мне в комментариях всегда пишут, типа, вот я хвастаюсь, но я никогда не замечала, что я хвасталась тобой. Ну да, на самом деле это немного странно. Что такого в том, что я блогер? Я в этом действительно ничего не понимаю. И очень много людей, которые пишут, ты что хвастаешься, что у тебя сестра Карина и так далее. У каждого человека в семье по-своему идут какие-то отношения между сестрами, между братьями. Поэтому я считаю, что этим хвастаться совершенно никак не нужно. Следующий вопрос, на какие оценки учится Полина? Я учусь на 2, 3, 4, 5, ну... 6, 7, 8, 9, 10... Прекрасно вообще. Полина учится на абсолютно разные оценки. Бывают и двойки, бывают и тройки. Естественно, больше всего она получает пятерки и четверки. Это удовлетворительные и хорошие оценки. А плохих, ну, я даже не замечала, откуда у тебя двойки и тройки. Карина, было ли такое, что ты рассказывала Полине какой-то секрет, но она потом пробалтывалась? Нет. Нет, не было. Я Полине очень давно доверяю. Она знает практически все мои секреты. И она ни разу никому о них не рассказывала. Никому. Даже бывают те секреты, о которых не знает ни мама, ни папа, ни мой парень, никто. И Полина просто молчит и никому о них не рассказывает. Потому что знает, что она моя родная сестра. И что ничего она никому не расскажет. Вот так. Итак, ребятки, прошел практически целый день. Я не выходила из комнаты. Мне очень понравилось снимать это видео. Но это пока что не все. Мы с Полиной поотвечали на вопросы, покушали несколько раз. Я это, правда, не снимала. Посмотрели фильм и многое другое. И заметили, что наша куколка, которая была бархатной под вечер, уже стала обычной куколкой. Посмотрите, от нее отошел весь этот бархат. Даже тут вот так это можно сделать без туалета. Открываем. Вот эта прекрасная куколка. Вы только посмотрите на нее. Ее нужно немножечко почистить, потому что она до сих пор в бархате. Вот такая вот прелесть. Я, кстати, не знала, что такие куколки. Вообще существуют. Очень круто получилось. А сейчас у нас появилась такая офигенная идея. Лечь вместе спать на моей кровати. И устроить прям настоящую ночевку. Ну, а мы, ребятки, с вами прощаемся. Огромное вам спасибо за то, что вы досмотрели это видео. Мы старались сделать его атмосферным. Если вы хотите посмотреть, какая ночевка у нас с Полиной будет, то обязательно загляните в мой инстаграм. Я обязательно сохраню эти видосы. Покажу вам, какая ночевка у нас была. Подписывайтесь. Еще по ссылке ниже в описании можете перейти и подписаться. Напоминаю вам про эмоджи, которые я спрятала. Получайте очень крутые призы и кидайте этот эмоджи мне в директ. Ребята, ссылка на мой тикток в описании. Спасибо вам огромное за просмотр. Мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. А мы спать. Субтитры сделал DimaTorzok